Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре я покажу, как сделать такой цветок на елку из органзы. Спасибо вам большое, что приняли участие в голосовании. Надеюсь, видео обзор вам понравится и будет интересен. Приятного просмотра! Такой цветок делать несложно. Единственное из инструментов обязательно нужен паяльник. Как и для ростовых цветов, я тоже буду использовать шаблон для создания лепестков. Шаблон я вырезаю с картона в форме вот такого лепестка. В длину он идет 11 сантиметров, а в ширину 8 сантиметров. И так как этот цветок будет на елку, я буду использовать органзу с люрексом. Она очень красиво переливается, в данном случае серебряного цвета. Лепестки я буду нарезать паяльником, так как благодаря нему они получаются идеально ровными и запаивают края органзы. И поэтому органза дальше не расползается. И для тычинок я буду использовать вот такие бусинки. Они продаются в связке метражом. 2 метра, 3 метра по-разному. И конечно в разной цветовой гамме. Каркас у лепестков будет из проволоки диаметром 0,3 миллиметра. Проволоку к лепесткам я буду приклеивать клеем B7000. Далее видео я ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать. Для создания одного такого цветка мне потребуется 9 лепестков. И вырезать я буду их вот таким образом. И вот такой идеально ровный лепесток получился. Я уже нарезала проволоку на 9 отрезков примерно в длину где-то 14-15 сантиметров. Эта проволока в принципе хорошо нарезается ножницами, поэтому можно не использовать те же тонкогубцы. Для крепления цветка на елку я буду использовать вот такой железный зажим. Это удобно, так как в любом положении вы сможете его разместить на елке. Также я уже подготовила лепестки 9 штук. И сейчас я вам покажу, как я буду приклеивать лепесток на проволоку с помощью клея B7000. Клей на проволоку лучше всего наносить тонким слоем, чтобы при приклеивании органзы клей не вылез из-под проволоки наружу. Лепесток накладываем на проволоку и сразу сильно не прижимаем, а только легонько придавливаем пальцами и откладываем этот лепесток в сторону. Затем берем следующий, приклеиваем и затем возвращаемся к первому и уже прижимаем посильнее проволоку к органзе. Также напоминаю еще раз, что этот клей сохнет 48 часов, но вы можете немного ускорить этот процесс, если вам нужно уж очень сильно быстро. Вы что-то приклеили, отложили в сторону изделия на час-два, а затем снова можете приступить к работе, но все равно все делать нужно аккуратно. Лепестки готовы и можно приступать к сборке, но сначала нужно проволоку согнуть, у основания. Я буду использовать ножницы. Далее я беру два лепестка и соединяю их вместе, просто скручивая проволоку между собой. И точно таким же способом я буду добавлять остальные лепестки, единственное уже по одному. И тут вы уже решаете сами, как вам собрать этот цветок. Просто заполняйте пустоты, которые вы видите, ну и я думаю по видео вы поймете все. Если уже будут какие-либо еще вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Цветок готов, осталось приклеить тычинки и зажим. Тычинки я буду клеить тоже при помощи клея B7000. Бусин по количеству я буду использовать 7 штук. Сначала я приклею одну бусину и затем по кругу остальные. Тычинки приклеены и теперь осталось только приклеить цветок к зажиму. Также мне еще потребуются для зажима мелкие кусочки органзы. Я зажим просто закрою этой тканью, чтобы все смотрелось более эстетично. Цветок как бы закрываем для того, чтобы было место подступиться к проволоке и потом легко приклеить его к зажиму. Но проволоку я тоже закрою кусочком органзы, так будет смотреться более красиво. И далее я уже буду использовать горячий клей. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такие цветы на елку получились. Очень красиво смотрятся. Думаю, что я буду добавлять их еще в наборы. Я очень надеюсь, что вам понравился такой вариант цветов на елку. Также понравился видеообзор и был интересен. И возможно я кого-то вдохновила, а кто-то получил какие-то новые знания. И конечно можно попробовать нарезать по шаблону органзу ножницами, а затем короя обработать зажигалкой. Но такими ровными, как от паяльника, они к сожалению не будут. И еще при голосовании попросили показать вариант проще. То есть сделать цветы на елку, но без паяльника. И уже завтра на своем канале я поделюсь с вами видеообзором на эту тему. Как сделать цветы на елку без паяльника. Ну и конечно эти цветы будут отличаться друг от друга, так как будет использован другой метод работы. Я надеюсь вам понравился видеообзор. Если у вас остались какие-либо еще вопросы, пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!